Здравствуйте, друзья! Вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнарь. Сегодня у нас в гостях наша украинская коллега Лариса Волошина, теперь уже из Киева. К счастью, что является, кстати, очередным подтверждением того, что в Киеве действительно стало совершенно безопасно, как и вообще во всех регионах, которые смогли освободить украинские вооруженные силы. Вот сейчас они освобождают Харьковскую область. Лариса, ну, во-первых, поздравляю вас, что вы своим примером показываете, что в Украину можно возвращаться, можно возвращаться в дома, которые были покинуты еще пару месяцев назад, и люди перемещались. Кто в западные регионы Украины, вот как вы, например, кто за рубеж уехал. Сейчас и за рубежа, и западных регионов люди возвращаются. Так вот, хочу что вас спросить. Вот сейчас освобождение идет Харьковской области. Вот насколько это стратегически, скажем так, интересная операция? Что она даст вообще? Ну, для России Харьков, ну, ведь, во-первых, он находится очень близко от российской границы. И для России Харьков всегда считался каким-то таким очень своим городом. Там прямое сообщение. То есть мы помним, что в период как раз после Майдана, когда началась так называемая спецоперация русской весны, в Харьков приезжали из Белгорода автобусы, которые привозили вот этих политических туристов, имитирующих местных жителей. То есть там пыталась, Россия несколько раз пыталась раскачивать Харьков. Абсолютно. Более того, они называли его первое столетие. У них были на Харьков свои виды. И вот сейчас, во-первых, это очень показательно, что Харьков не сдался. Очень показательно, что город выстоял. И то, что сейчас идет зачистка и освобождение Харьковской области, это важно по нескольким причинам. Ну, во-первых, сам город становится безопасностью, потому что, когда отходит российская артиллерия, когда российские войска откидываются на достаточно большое расстояние, невозможно проводить обстрелы реактивной артиллерии. Это очень безопасно. То есть это намного безопаснее для местных жителей. Потом невозможно использовать авиацию, потому что освобожденный город, это системы ПВО, которые его прикрывают, его и пригороды. То есть в данном случае безопасность граждан становится намного выше. А Харьков все-таки это крупный и промышленный город в том числе. И научный город. Мы знаем, что там находились, по крайней мере, заводы, которые производили и ремонтировали украинские танки. Там в данном случае сам факт того, что этот город отбит, что он находится в безопасности, это очень серьезный сигнал для, в первую очередь, для тех жителей, которые остались в Херсоне, что и они тоже будут освобождены. Потому что, если посмотреть на карту Херсона, так, Херсон оккупирован, это правда. Но там украинские войска подходят настолько близко к нему, что уже, в принципе, это вопрос только времени. То есть в данном случае освобождение Харькова – это безопасность и это надежда. Скажите, пожалуйста, а все-таки вооружения НАТО, наступательные, тяжелые, они уже начали поступать на фронт? В каком количестве, как вы думаете? Судя по тому, что на Харьковщине, например, идет контрнаступательная операция, но где-то пока что украинские военные стоят. Да, они держат позиции, но не продвигаются. О чем это свидетельствует? НАТОвское оружие, оно есть, оно уже поступает в войска, но оно еще в недостаточном количестве. Надо понимать, что такие крупные города, как Киев, Сумы, Чернигов и Харьков освобождены фактически украинским оружием. Я имею в виду тяжелым оружием, потому что все-таки вот те стингеры и те джавелины – это все-таки ручное оружие, это немного не наступательное вооружение. Вот с этим совсем пока справлялось украинское оружие, то, что касается обороны. Украинская противовоздушная оборона держала небо над украинскими городами. Это тоже все очень важные вещи. Мы понимаем, что поступление на российско-украинский фронт западного оружия – это в первую очередь все-таки наступательная операция. И эта наступательная операция, она будет касаться, в общем-то, нисколько самих вот таких территорий, как Харьковщина, потому что они будут освобождены и без этого. И это очевидно. А вот они будут касаться таких территорий, как Херсон, Донецк, Луганск и Крым. То есть вот Украина намерена освобождать все свои территории. И понятно, что никто не собирается останавливаться на рубеже 24-го. То есть если будет возможность, а она, скорее всего, будет, учитывая вооружение западное, то, безусловно, речь пойдет о освобождении всех украинских земель. Вот для этого это оружие. Но для выполнения такой задачи его пока недостаточно. А вот что бы вы сказали о настроениях среди того российского общества, которое поддерживает вот эту агрессивную войну. Нам вот тут уже и даже, получается, The New York Times рассказала, и не только это издание, да, и другие вот, например, американские аналитики из института изучения войны, что русские блогеры, которые поддерживают Владимира Путина, имеют сотни тысяч подписчиков, внезапно обрушились с яростной критикой на российское командование, обвинив его в некомпетентности. Это связано, в первую очередь, вот с этой вот провальной операцией на реке Северский Донецк, где, пожалуй, Россия понесла самые тяжелые динамоментные потери. Был разгромлен целый батальон, почти 500 человек, 80 единиц военной техники, разбитые понтонные переправы. Вот после этого, да, вот заговорили эти блогеры о том, что что-то идет не так, что что-то СМИ, может быть, не то немножечко говорят. И вот The New York Times пишет дословно следующее, что среди соответствующей части русского общества начали появляться настроения и ощущения катастрофы. Вот это так или это преувеличение, это пока что выдаваемое за действительно желаемое? И пока что Россия все еще спит в дремучем сном вместе со своим руководством? Ну, Россия не просто спит, она спит и видит кровожадные кошмары. Потому что мы понимаем, что путинская пропаганда, вообще путинский режим, он стоял как раз в самых первых своих дней существования на вот этой концепции силы, военной силы в первую очередь, на том, что Путин равно военные победы. Изначально вторая чеченская была выдана за военную победу, хотя это не так. Там точно так же имели место и концлагеря, и элементы геноцида, и, безусловно, это никакая не победа. В данном случае чеченская война для того, чтобы вообще чеченская ситуация, для того, чтобы говорить о победе, там нельзя было допускать никакой войны. Там необходимо было действовать дипломатическими методами и говорить об устройстве государства, о его подлинной федеративности, а не о той централизованной империи, которую создал Владимир Путин. То есть, но российскому обществу это было выдано как победа, хотя россияне потеряли Российскую Федерацию, как некую конгломерацию свободных и субъектных регионов. И поэтому история России пошла... Вот эта централизация, мы видим, что после вот этой точки, после Чечни, централизация начала усиливаться, и потом она уже, в общем-то, абсурдизировалась, потому что то, как выглядит вот эта вся путинская вертикаль, вот эти все его дивные, странные, ряженые в регионах. Ну, просто пример. Недавно один из московских каких-то деятелей в Московской Думе заявил о том, что ну вот в период Второй мировой войны ни одна бомба не упала на Москву. Ну, это же безумие. Или какой-то другой из Санкт-Петербурга депутат высказался о том, что вот блокадный Ленинград, и вот 13 государств держали эту блокаду, те самые государства, которые сейчас, значит, поддерживают Украину и подвигают ее воевать против России. То есть вот это все безумие, вот это ряжены. Это все результат вот этой жуткой созданной вертикали. Начало Чечня, военная мощь. Дальше больше отвратительная, абсолютно отвратительная ситуация в Грузии. Ведь это подлота, если честно. Вот то, что произошло. Огромная страна, которая кидается на маленькую, абсолютно крохотную страну. На размер Грузии количество ее населения меньше, чем Москва. И то, как ее не просто раздавили, а с наслаждением раздавили. Мы видели эти жуткие кадры, когда взбитый грузинский летчик, когда его просто к земле придавливают сапогами. Вот это то, что делала Россия. Она унижала Грузию. И то, как она повела себя в Крыму. Ведь это тоже не просто захват территории. Это такое упоение было ваше стало наше. И вся эта игра в Крым наш, в референдум. На самом деле, среди вот этого обывателя, поддерживающего Путина, для них никогда не было секретом, как вообще Крым попал в Российскую Федерацию. Они всегда понимали, что он был захвачен. Они всегда понимали, что нет никакой народной воли. Слушайте, о какой народной воле может говорить общество, которое отрицает демократию, плюрализм мнений и народную волю, и народ как таковой. То есть те, кто апеллирует крымской народной воле, например, возмущаются и давят российскую оппозицию, которая пытается добиться более-менее честных выборов хотя бы в маленьких городках и регионах. То есть это все здесь читаем, здесь не читаем. Здесь уважаем народ и народы изъявления, а здесь плевать на него хотели. Потом все прекрасно понимали, что происходит на Донбассе. Все прекрасно понимали, кто там воюет. Ни для кого ведь это не секрет. То есть вот эта ложь, возведенная в абсолют, издевательство над противником, вот это бравирование собственным величием не в плане величия духа, а в плане размеров и возможности унижать и садистировать соседей, вот это все то, на чем стоит путинский режим. И вот когда в результате накачанной российской пропагандой общества, мы видели, что в течение года шла жуткая декоммунизация украинцев. Украинцы говорят, их надо убивать, надо бросить на них бомбу, надо забрать Киев, их надо вежать. То есть это центральные телеканалы, которые в принципе в открытую призывали к насилию по национальному признаку. Вообще это нарушение даже российских законов. И это все вот это, вот знаете, есть хорошее такое русское слово «хавалось». Потому что это не просто употребление этой пропаганды. Это какой-то, это какой-то, был создан колоссальный кадавр. Вот российский народ был, вот этот вот глубинный народ был превращен в кадавра, который хочет крови, много-много крови. И вот в итоге сейчас, когда вот с этой бравадой, накануне буквально сказав, да вы что, это все ваше вранье, это все НАТО врет, это все Америка врет, мы мирные люди, и наш броневое стоит на запасном пути, и вот они вступают в Украину, они рвутся к Киеву, мы видим, что у них, оказывается, была заготовлена форма, то есть хотелось не просто побед, хотелось унижений. Армия, которая несла с собой, ну слушайте, Саш, ведь все же ведь очень просто, мы же все ночи умеем считать. Армия, которая собиралась захватить Киев в течение трех дней, имела при себе 45 тысяч мешков для трупов. Для чьих трупов они несли эти мешки? Они ведь, ведь на самом деле, даже на сегодняшний момент кровопролитнейших боев на пяти, а изначально на девяти направлениях, количество российских потерь, ну вот в живой силе, имеется в виду погибшими, еще не, ну только приближается к 30, а они рассчитывали закончить все за три дня, захватить Украину за несколько недель. Так для кого были эти мешки? И вот эти люди, собираясь войти за три дня, захватить столицу соседнего государства, подавить сопротивление с помощью ОМОНовских дубинок, которые они тоже приперли вместе с собой, одержившись в парадную форму, которую они тоже приперли вместе с собой, вместо суппайков, понимаете, собирались куда-то реализовать 45 тысяч мешков. То есть вот, ну и на всем этом провести парад, ведь это унижение, это издевка, это абсолютно садистический акт. Измучить, налить крови и сесть торжествовать, пиршествовать, понимаете, на горе из умирающих врагов. Это такое язычество какое-то, это как это вот что-то такое. И это же было в планах. И это поддерживал российский народ. Мы видели, что когда стало понятно, что украинцы за три дня не сдаются, начали звучать призывы о том, давайте закидаем их бомбами. Россия ведь не может проиграть. То есть, понимаете, когда речь идет о развязании Ковсусковеева, вот эта вот ядерная война, значит, ядерная война, то есть и вот это все потребляется общим. То есть это вот такой взроченный, жуткий кадавр, который просто хочет живиться чужой смертью, своей смертью уже плевать. А повесить нет возможности. Единственная кровь, которую можно влить в этого кадавра, это собственное. И вот путинский режим оказался в ситуации, когда победить он не может. Даже если он использует ядерное оружие против Украины, это не принесет победы, это просто ускорит поражение. Российское общество не готово признать, что ну все, повеселились и хватит, пора как-то забираться, отдавать награбленное, причем не то, что награблено сейчас, а то, что было захвачено начиная с 90-х годов, потому что ведь речь идет о том, что Украина после пережитого, украинцы хотят вернуть все свои территории, а возвращение Крыма от Донбасса, особенно Крыма в украинское лоно, приведет к тому, что все и остальные оккупированные территории, и Молдовы, и Грузия, то есть Россия как военная сила, она просто падет. И в итоге все остальные территории тоже начнут возвращаться к своим государствам, это очевидно. Но вместо того, чтобы признать, что необходимо срочно отказываться от вот этой политики, она становится угрожающей, нет сил ее поддерживать. Путинский режим продолжает уговаривать россиян на некий промежуточный вариант. То есть что-то мы отдадим, мы перестанем убивать украинцев, ведь о чем они говорят? Они не говорят о том, что мы отдадим даже хотя бы Харьков. Они пытаются уговорить вот этого обезумевшего от жажды, от ожидания украинской крови российского обывателя, что мы сейчас перестанем убивать украинцев, и это великий компромисс. Ну то есть, ну кошмар просто. На самом деле, меня это очень забавляет, когда я наблюдаю за тем, как развивается внутрироссийский дискурс о будущем России в контексте этой войны. Кто-то говорит о том, и это уже звучит на пропагандистских каналах, о том, что а давайте так, вот то, что мы захватили, мы берем себе, а то, что мы не захватили, это уже будет Украина, и мы от них отстанем. И это все в передаче Скобеевой. И там же другие эксперты говорят, ну ведь это же будет победа Украины. В смысле, а чего это вдруг это будет победа Украины, если вы просто остановитесь там, где вы не можете идти. Кто-то говорит о том, что надо вернуть на 24-е, а дальше начать переговоры. Кто-то говорит о том, что надо и Донбассу в общем-то отдать. Ну как отдать? Отказаться от его поддержки, отказаться от признания суверенитета вот этих двух псевдореспублик, но Украина пусть сама там разбирается с этим Донбассом. Но Крым все-таки наш. То есть идут вот эти торги, мы видим вот эту фазу торгов. Но на самом деле, что самое забавное в этой всей ситуации, что Россия давно вышла из проблематики, как им закончить войну, как им сохранить награбленные территории. Это ведь уже давно не вопрос, потому что вопрос идет о том, что на сегодняшний момент в связи с и поддержкой Украины в мире, и силой украинского духа, сейчас стоит вопрос о том, что украинское общество стало субъектным. Оно не объект российских желаний. И даже западных желаний не объект. И тот же самый Запад прекрасно понимает, что вот там, где украинцы захотят установиться, вот там они и остановятся. Если украинцы захотят вернуть Крым, они его вернут. И никто не может им в этом мешать. И в данном случае, когда внутри России начинаются вот эти странные разговоры о том, что ну все не так хорошо, что-то у нас не так с нашей армией, не надо что-то делать, может командующих поменять, может переговоры с Украиной начать. Они говорят так, как будто нас до сих пор не существует. Как будто вот им достаточно нам предложить, а давайте все, мы остановимся, ну отдадим вам там, например, там что-то, перестанем стрелять по Харькову. И вот, вот, может Абас отдадим вам разрушенный, все равно уже не надо, мы все оттуда вывезли. Может Херсон, который мы тут ограбили, может мы вам отдадим, а может не отдадим. Вот давайте поторгуемся об этом. То есть им кажется, что сам факт того, что они придут к нам в переговоры и начнут нам что-то предлагать, должен сделать украинцам достаточно счастливым и изговорчивым. Но это не так, потому что, помимо, потому что вся эта ситуация привела к тому, что украинский народ стал субъективным. Если российский народ хочет крови, то украинской, то украинский народ хочет безопасности, хочет победы. Это вот эта направленность на победу, она четко понятна. А победа – это возвращение всех земель. Это поэтому сейчас невозможно, как бы для России, учитывая, что украинцы хотят победы, и они имеют, они чем дальше, тем больше получают возможность добиться этой победы. Для российского государства становится очень серьезный вопрос. А что будет, если украинцы действительно силой освободят все свои территории? Вот что будет, если они добьют российскую армию? Сегодня уже порядка 30 тысяч погибших, но чуть меньше. Это означает, что раненых, ну умножаем на три, ну хорошо, на два. Это 80-90 тысяч российских военных выведены из строя. Да, они могут сейчас начать мобилизацию, но ведь смотрите, они ведь и так ее ведут. Это все не решает вопроса, что будет, если украинцы вернут свои территории? Кто-нибудь задумывался над тем, как Россия после этого, как путинский режим, который зиждется на обещании военных побед, разве он устоит после такого колоссального поражения? И здесь невозможно предложить украинцам, мы перестанем стрелять по суммам, а вы забудете, что мы оккупировали вас в Крым, Донбасс, спалили полстраны и убили огромное количество мирных жителей. Нет, так дела не делаются. В данном случае для России, для того, чтобы вообще сохраниться хоть как-то, как единое государство, но по крайней мере в большей части своих границ, необходимо сейчас думать о том, как срочно вернуть все награбленные территории и начать процесс внутренней трансформации, потому что после украинской победы, вот той победы, как мы ее понимаем, возвращения всех своих территорий, у России не останется шансов сохраниться, как единое государство, потому что такое колоссальное поражение, вот этот обыватель, осознавший, что Крым не наш, вот этот весь этот кошмар, когда две войны и Крым просрали, вот это вот все, понимаете, вот этот коллективный, коллективный, вот этот вот братушка, вот это все придет в российские города. И тут надо понимать, что никто, никакая сила внутри России не в состоянии будет ее объединить. Меня поражает иллюзия российских либералов о том, что как они рассуждают, как они после войны начнут реформы. Друзья мои, если Украина победит в этой войне, у вас не будет шанса на всю Россию, потому что я не вижу никаких сценариев, при которых условно Тува и условно Москва живут в одном государстве. Условная Чечня признает победу, в которой главный не Кадыра или кто-то другой. То есть вы понимаете, что вообще произошло с Путиным? Когда он накалил страсти до такой степени, он создал ситуацию, в которой Россия просто обречена на развал. Если она проиграет войну, не будет никаких причин оставаться вместе. Это то, что произошло с Советским Союзом. Почти произошло, потому что Советский Союз, мы помним, что когда стал вопрос о деоккупации Литвы, Латвии, Эстонии, первое, что произошло, когда ушли Литва, Латвия, Эстония, стал разваливаться Советский Союз. Это была оккупированная территория. Если бы Советский Союз не ждал их выхода, самовольного выхода, когда, в общем-то, в принципе, они уходили с помощью внутренних революций, внутренних процессов, там были погибшие, это были народные восстания, с которыми режим уже не мог справиться. То есть, вот мы помним телецентр в Риге и так далее. И когда государства стали уходить, и стало очевидно, что Россия не имеет, Советский Союз не имеет войск, не имеет больше возможности удержать. Вот. Это привело к тому, что он стал разваливаться, когда выяснится, что Россия не имеет возможности удержать Крым, когда выяснится, что у нее больше нет возможности, например, удерживать те или иные регионы России, которые захотят независимости, потому что им так удобно, потому что у них есть свои внутренние элиты, которые всегда, ну, всегда удобнее сказать, что, слушайте, мы не зачинщики этой войны, мы вообще жертвы, мы буряты, мы вообще оккупированный народ, понимаете, там, то есть какие-то чуваши, и это нас использовали, и вообще, мы вообще жертвы, и нам тоже положены репарации от Москвы. То есть, ну, надо понимать, что этот процесс начнется. Зачем после поражения Москвы отвечать за содеянные, если всегда можно сделать вид, что ты жертва, и получить компенсацию, перестройка глас, на кучу западных грантов и ассигнований на постройку своего государства и так далее. И это будет сделано. То есть, вот этот момент, что сейчас никто не понимает, что невозможно говорить о будущем России, не обдумав вопрос, как вы вообще собираетесь возвращать Крым, и лучше, чтобы вы сделали это сами. Пока не произошло реальной военной победы. Потому что реальная военная победа Украины будет означать, что никакой России больше нет. Никакой, абсолютно. Мне понравилось, как вы сказали, про украинскую субъектность. То есть, иными словами, Россия пытается сейчас по-прежнему, находясь в своем выдуманном мире, воспринимать украинцев как объект и предлагать им какой-то торг. А украинцы, получается, говорят, нет, нет, подождите, мы сейчас будем делать то, что мы хотим, что нам надо. Мы будем добиваться своих целей, и мы остановимся там, где надо нам. И нам плевать на ваши попытки переговоров, нам плевать на какие-то торги, на уступки и так далее. Все. Разговор закончен. Вот так как это выглядит. Существует боли, и эта боль требует любой народ, когда он переживает нечто подобное, что пережила Украина, необходима сатисфакция. Сатисфакция, понимаете, к этой же сатисфакции на самом деле апеллировали и российские пропагандисты, рассказывая, вот мы проиграли, нас обманули в период мировой вот этой вот холодной войны, нас обманули, и мы требуем сатисфакции, поэтому пошли убивать, насиловать и грабить соседей. Это же все представлялось как некая сатисфакция. Наконец мы перестали терпеть унижение. Но когда ты выдумываешь вот эту конструкцию, мол, нас унизили в 90-м году, а теперь мы пришли забирать свое, украинцы другая история, их унижение более потери реальные, и они требуют сатисфакции, а сатисфакция это возвращение всех территорий. Невозможно вернуться к точке 24-го, потому что после 24-го погибло очень много людей, разрушено очень много жизней, и ты не можешь просто выйти, оставить вот эти территории и сказать, ну все, ладно, забирайте. Вот как будто ничего не было, потому что это не просто линии на картах, это жизни, это потерянные жизни, и соответственно сатисфакцией для украинцев, безусловно, есть возвращение всех территорий. Тем более, что есть оружие, есть армия, она, знаете, чтобы два раза не вставать. Но я еще раз повторяю, что украинцы все равно будут освобождать свои территории, они будут их освобождать. Это запрос общества, это не желание политиков, это общество, оно хочет так, иначе оно не успокоится. Такой запрос, и тогда возникает вопрос, если Украина освободит свои территории, что вы будете с этим делать? Как вы собираетесь удерживать вот эту великую большую Россию после подобного колоссального поражения? То есть вот в чем проблема, поэтому чем скорее, то есть единственная возможность, это уже не апелляция к российским либералам, это апелляция к российским имперцам, хотите сохранить Россию более-менее целостности, ну с небольшими вычетами, вот, срочно думайте, как вы будете оставлять оккупированные территории, как Советский Союз в свое время оставлял оккупированные территории Восточной Европы, что, в общем-то, его спасло, просто потому, что если бы там вспыхнули восстание, он бы уже не победил. Вот в чем суть. Он уже даже в Риге не мог победить, не говоря уже о какой-то Венгрии, о какой-то Восточной Германии и так далее, когда, то есть под боком желания воссоединиться у немцев, ну то есть Советский Союз уже не мог победить. И поэтому в данном случае он начал оставлять эти территории, и это дало ему возможность сохраниться в более-менее хотя бы в пределах Российской Федерации. Но на самом деле, вот я еще раз повторяю, возвращение Украины и Крыма, а это неминуемо, потому что без этого война не может быть закончена. Возвращение Украины и Крыма приведет к тому, что, а тем более военным путем, приведет к тому, что Россия начнет распадаться, и никто не знает, где этот распад осуществится, я, например, не уверена, что Москва и Московская область это одно и то же. Вот, кстати, как собираетесь вообще единое государство строить, единые выборы проводить, единую власть держать на всей территории, которая настолько разная, и которая настолько обескровленная путинским режимом? Ларис, ну а вот именно об этом говорит сегодня Михаил Подоляк, советник Офиса Украинского Президента, о том, что переговоры с Россией поставлены на паузу. Причин несколько, и первое, то, что Россия не демонстрирует ключевого понимания сегодняшних процессов в мире. Так вот, значит, все, Киев по своей инициативе действительно перерубил вот эти дипломатические переговоры. Как вы оцениваете этот шаг? Я думаю, что, во-первых, переговоры очень скептически относятся украинцы. Мы очень внимательно обидим за этими переговорами в страхе и в таком желании, то есть нам необходимо, чтобы наша власть не придумала договориться о перемирии. Мы не хотим перемирия. И об этом говорил Владимир Зеленский. Он сказал о том, что, вы понимаете, украинское общество очень травмировано. И у него есть четкое желание освободить всю территорию. Мы будем освобождать всю территорию. То есть вот об этом говорит уже власть. То есть это не желание президента Владимира Зеленского. Он только ставленник народа. Он избранная фигура. И он очень четко в этом смысле понимает, о чем идет речь. Да, и ставит этот вопрос перед Россией. Реальность такова, что вы должны оставлять все украинские оккупированные территории и уходить. Это вопрос не только нашего желания. Это вопрос вашего выживания как государства. если вы не хотите это понять, что без демонстрации доброй воли и того, что выдать преступников военных на трибунал международный, но по крайней мере не медальками их награждать, а выдать, как в свое время Сербия выдала Милошевич. то есть вот эти вещи это то, что необходимо сделать для сохранения российского государства. Но, к сожалению, российские элиты нигде, никак, они просто не способны даже осознать, в какой реальной ситуации они оказались. И они продолжают торговаться. А мы вот то, а мы вот это. Нет, ребят, уже так давно не будет. Россия перестала быть субъектной в этой войне. И это очевидно по той реакции, которую западные страны, ну, те же страны, те же финны и шведы, это реакция, которая у них есть на российские угрозы. Вы помните этот эпический абсолютно жест, когда границы Россия подтягивает войска к границе, что продемонстрирует, что мы тут против ваших желаний вступить в НАТО. А им навстречу идет колонна тракторов. Ведь на самом деле вот этот троллинг, мы должны понимать, что реальный алгоритм, если к нашим границам подходят войска, мы должны тоже выставить войска. Это алгоритм. Но что показывают западные государства? Не члены еще НАТО, потенциальные члены. Что вы никто, кто вы такие? Чем вы нам угрожаете? Вы даже не армия, чтобы мы против вас сейчас, хотя бы в целях профилактики подтягивали своих военных. Вот трактора и вот старые понушенные, холодильники со стиральными машинами. Это все, чего вы достойны. То есть, понимаете, вот это презрение мир сегодня. Что в этом не говорило Россия? Они ведут, они делают какие-то заявления, мир относится к колоссальным презрением, их больше не боятся. И вот этот момент его надо чувствовать, потому что это означает, что завтра вас перестанут бояться внутри ваших же регионов. И вопрос не в том, насколько эти люди хотят демократии. Вопрос в том, что эти люди, вы обещали им победы, а теперь вы ведете их к поражению. И единственный способ для многих из них остаться победителями, это отмежеваться от вас. И мы увидим, как очень скоро от Кремля начнут отмежевываться как представители элит, правящих, так и региональных элит, бизнесменов. Этот процесс уже пошел, но и глубинный народ начнет отмежевываться, потому что, ну, а зачем это все? Зачем быть в одной лодке с этими неудачниками? То есть, в данном случае процесс, который запустил Путин, начав эту войну, он неминуемо приведет к своему концу, потому что из того, что Россия, какие заявления они делают, они ведут в виртуальную войну, не понимая, что это реальная война и это реальное поражение. Ну и про азовцев. Вот, наконец, начал как-то решаться вопрос, и вот часть тяжело раненых бойцов азовстали, вывели по специальному коридору, отправили на территорию, временно оккупированную Россией, на, кажется, Донецкую территорию, и, кстати, я вижу возмущение там, вот, среди российских оккупантов или сочувствующих им, что, мол, вот сейчас вот койко-места освобождают для бойцов Азова, а вот те, кто там лежал, ну, вроде как, да, или российские военные, или мобилизованные, вот эти вот так называемые ДНРовцы, наоборот, оттуда увозятся, и, мол, вот что это такое, значит, ну, это вообще сам по себе, конечно, интересный момент, то есть, у меня вообще ощущение, что даже русские агрессоры сейчас встречают вот этих вот азовцев, да, как каких-то богов, да, богов войны, которые, ну, вот как титаны, знаете, из вот этих вот древнегреческих мифов, вот их вывели, вот их ведут, вот на них все с восхищением таким каким-то смотрят, да, может быть, у кого-то из русских оккупантов смесь ненависти, но всегда восхищение все равно присутствует, ну, и как вы думаете, вот этот исход для азовцев, он насколько хорош, можно надеяться, что их обменяют в итоге на пленных русских, ну, и вообще, в целом, как вы оцениваете их миссию, миссия выполнена, как сказал один из командиров из русских, понимаете, это риск, это колоссальный риск, потому что понятно, что когда они выведены, они сейчас в статусе военно-пленных, но вопрос, будет ли Путин, будет ли вся эта комариля поддерживаться, придерживаться Женевских конвенций, я не знаю, никто не знает, но факт заключается в том, что они правда выполнили свою миссию, в принципе, они выиграли эту войну, потому что то, что они в Мариуполе держали на себе такое количество войск удержали, перемололи их, ведь в принципе, это те войска, которые могли хлынуть дальше, окружить вот эту Донецко-Луганскую группировку украинских войск, хлынуть на Запорожье, они удержали на своих плечах вот колоссальное количество войск, просто невероятное, и в итоге, да, вот это и выиграло войну, они дали нам время, и мы использовали это время, но сейчас, знаете, я очень волнуюсь, потому что, я понимаю, это правильно, военнопленные, когда военнопленные есть конвенции, военнопленные, это те, кого невозможно трогать, да, их надо лечить, их невозможно сажать в тюрьму, их нельзя сужать, надо менять, но будет ли Москва придерживаться, если нет, я думаю, что такое количество сейчас правительств, стран, организаций следит за том, затем будет ли Кремль придерживаться этой конвенции, то есть, потому что, я думаю, что сейчас вопрос поставлен настолько же жестко, как на случай бомбардировки ядерной Киева, то есть, я думаю, что с ними говорили, им поставили условие, что не смейте, иначе последствия будут для вас колоссальны, если вы учините прилюдную расправу, но это риск, это колоссальный риск для азовцев, конечно, я надеюсь, что они, что все будет хорошо, и они все-таки вернутся, это очень важно для украинцев. Ну что ж, мы желаем победы Украине, и, конечно, мы в первую очередь сейчас хотим поддержать семьи бойцов, самих бойцов, которые и остаются в Азовстаре, и которые выведены сейчас, и оказались в руках агрессора, будем надеяться, что все хорошо сложится для них. Что ж, Ларис, спасибо вам огромное за эту беседу. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Поддерживайте украинскую армию через ссылки, которые я даю в описании к этому видео, на организацию «Вернись живым» и спецсчетность Банка Украины. Там же вы найдете и ссылки на PayPal, Patreon, банковский счет и другие ресурсы, через которые вы можете поддержать наш канал. Мира и здоровья вам! До скорого!